Добрый день, это программа «Парадокс». С вами я ведущий Степан Демура. Телефон в студии у нас, как всегда, не поменялся. Я его, правда, не помню, почему-то мне его не написали. А, написали. 6510996, код города 495. 11-12 июня в Москве пройдет учредительный съезд ОНФ. Это Общероссийский народный фронт. На нем будет утверждено решение о преобразовании фронта в общественное движение. Потому что сейчас, честно говоря, лично я не совсем понимаю, что это за организация, для чего она создана. Вроде месяц назад нам один из главы, глав Народного фронта заявил, что в партию она преобразовываться не будет. Ну вот, информация такая, что она станет общественным движением. И что это будет за общественное движение? Будет ли это общественное движение иностранным агентом? Не поведя Господь, кто-нибудь из Запада решит пожертвовать средства на какой-нибудь лагерь для молодых членов ОНФ. Интересно, прокуроры этим будут заниматься или нет? Ну, все это мы должны, в принципе, обсудить с Александром Галушко, президентом общественной организации «Деловая Россия», членом Федерального оргкомитета ОНФ. К сожалению, он немного опаздывает. Вот сейчас должен появиться с минуты на минуту. Ну, а пока я, скажем так, выскажу свое мнение по поводу ОНФ. Ну, из-за одного потом перескажу Александру Галушке. Для меня непонятно, что это за организация, какие цели она... Вернее, скажем так, какие цели преследует эта организация, и под кого она делалась, и кем она делалась. Это, в общем-то, достояние гласности и общественности. Если верить тому, что пишут в интернете, говорят наши замечательные политологи, то созданием ОНФ занимался господин Володин, такой верный ученик господина Суркова. Но, если Сурков всегда как-то работал так очень чисто, даже, скажем так, изящно, с точки зрения политологии и создания однопартийной системы в стране, то вот господин Володин создал непонятно что ОНФ, скорее всего, наверное, под господина Путина. Потому что господин Путин всячески старался дистанцировать себя от «Единой России». Ну, последний пример такого дистанцирования крупных политиков в нашей стране – это решение мэра Москвы, господина Собянина. Ну, господин, везде господа я использую как форму речи, разумеется. Пойти самовыдвиженцем на выборы мэра Москвы, чтобы не приведи господь, не запятнать свою репутацию, причастностью к ОНФ и «Единой России». Вот такие пироги. И социологи, и политологи говорят, что если кандидат идет не от «Единой России» или ОНФ, то ему можно сразу спокойно приписывать, по-моему, 10% пунктов в голосовании. Поэтому зачем была создана эта организация? В каком виде она была создана? Для меня, повторюсь, большущая загадка, это потому что каким образом представители или члены ОНФ оказались на выборных списках «Единой России» и как они попали в Госдуму. Является, например, ОНФ частью «Единой России», значит, потому что люди, наверное, вступали в «Единую Россию», чтобы ввать в Государственную Думу. Какие цели, например, я не понимаю, преследуют ОНФ? Какая у него программа? Кто-то утверждает, что ОНФ программа – это 7 пунктов Путина. С коими я, в общем-то, не совсем знаком, потому что я не мог найти каких-либо конкретных пунктов в предвыборной программе нашего президента, таких реальных пунктов, которые можно, скажем, выполнить и отчитаться перед народом. Сказать, вот, ребята, была поставлена такая задача, она была выполнена. О, добрый день. У нас в гостях как раз Александр Галушка. Добрый день. Президент общественной организации «Деловая Россия» и член Федерального оргкомитета ОНФ. Здравствуйте. Да, вот съезд пройдет, и я вот как раз рассуждал. Что ж такое ОНФ? Ну, фактически, это широкая общественная коалиция, коалиция развития России. Это не политическая партия, которая не ставит перед собой цель борьбы за власть, победы на выборах. Такой цели у ОНФ нет. Вместе с тем, есть цель объединить всех тех, кому неравнодушно, что будет с нашей страной, объединить вокруг вполне понятных, разделяемых всеми, приоритетов развития, которые носят надпартийный характер и характер объединительный. Нам очень часто не хватает, на мой взгляд, не хватает таких вещей, ясно сформулированных, которые не разъединяют, а объединяют. Хочу сказать не только нам. Можно я вопрос задам? Например, каких, наверное? Нет, вопрос другой. А вот как ОНФ, это часть Единой России? Нет. А как же тогда члены ОНФ стали парламентариями от Единой России? Они вступали в Единую Россию? Смотрите, сегодня начинается принципиально другой этап. Нет, а тот этап, объясните мне. Про тот этап ОНФ не был частью Единой России, ОНФ не был политической партией. ОНФ это был определенного рода такой лифт для людей, которые хотели реализовать себя в политике. Я знаю целый ряд примеров, в том числе, это примеры моих коллег по деловой России, предпринимателей, которые не могли себя реализовать, допустим, в рамках Единой России, но благодаря той возможности, которая была в ОНФ, они стали депутатами Государственной Думы. Я все-таки не понимаю, а депутаты, они вступали в Единую Россию? Нет. А, то есть по непонятным каким спискам кто-то куда-то прошел? Да нет, непонятно каким спискам. А была оговорена квота, что часть, четверть списков Единой России это не члены Единой России, это общественные активисты, гражданские лидеры. Спортсмены, музыканты и тому подобное. Нет, ну вот я могу сказать, что... Я понял, то есть не надо было вступать. У нас такое, короче, избирательное законодательство, которое все позволяет. Я думаю, что вы поняли, вы ошиблись. Потому что вот члены деловой России, члены нашей организации, которая объединяет предпринимателей из несырьевого бизнеса, из несырьевого сектора экономики, прошли в Государственную Думу по спискам ОНФ, не являясь членами Единой России. Например, мой коллега Рафаэль Омаргарчин, который сейчас реализует целый ряд законодательных инициатив, связанных с гуманизацией уголовного законодательства, с тем, что предпринимателей не сажали в тюрьму, помогает нам продвигать инициативу, связанную с амнистией предпринимателям, с тем, что вы их выпустили из тюрьмы. Я привожу вам пример конкретного человека, не музыканта и не художника, моего коллеги. А почему выделили, например, именно ОНФ четверть избирательного списка? Я думаю, что это был определенный политический эксперимент. Володина? Здесь важна же не столько персонификация, сколько суть дела. Это был политический эксперимент. И если посмотреть на политические системы других стран, они десятилетиями выкристаллизовывались, находили ту или иную такую оптимальную форму. И мы этот путь еще не прошли, мы его проходим. А то, что было сделано, показало, что, фактически, я бы так сказал, это просто пустили такой эксперимент, я подчеркну, это моя оценка, добавить свежего воздуха в политической системе. Я могу сказать на примере моих коллег, моих товарищей из Деловой России, которые этой возможностью воспользовались, вообще-то, просто исходя из сути дела, на благо делу. Ну, просто, я вот тоже, у меня есть знакомые предприниматели, и, в общем-то, они, когда хотели попасть в Думу, они просто платили деньги и получали мандат. Почему так? Дорого? У нас ни один человек, неприемлемо, у нас ни один человек не заплатил ни копейки денег. Ни копейки денег. Это тоже особенность участия в ОНФ Деловой России. И то, что сейчас мы видим вообще в целом в политической системе у нас происходит, то, что возвращение происходит к выборам по одномандатным округам, это вообще позитивные вещи, очень правильные вещи. Больше лидеров, больше ярких личностей, больше как бы свежего воздуха в политической системе. И у ОНФ это был первый шаг. Сейчас принципиально другая вещь. ОНФ это было движение, которое не было оформлено как движение. И 11-12 июня пройдет учредительный съезд. Не политической партии, я хочу подчеркнуть, а общественное движение. А в чем цель вот этого общественного движения? Ну вот смотрите. Ну вот грубо говоря, вот смотрите, вы соберетесь, да? Наверняка у вас уже есть какая-то программа, правильно? Какие-то пункты, которые нужно выполнить, чтобы всем стало жить лучше и веселее. Вот вы собрались, вы приняли эту программу, все проголосовали, все замечательно, все разъехались по своим домам, занимаются бизнесом. А дальше что? Ну, вы нарисовали картину, которая вам кажется, но совсем не значит, что именно так и будет. Вполне возможно. Я даже уверен, что совсем не так будет. Потому что все-таки ОНФ объединяет изначально неравнодушных, активных людей. Например, таких людей, которые собраны в деловой России. Это предприниматели, все состоявшиеся люди, не бедные абсолютно. Но есть в них, знаете, такая нотка, за державу обидно. И именно такие люди, например, в деловой России присутствуют. И деловая Россия в свое время поддержала создание ОНФ. Мы видим, что для нас это стало инструментом практического продвижения наших идей и наших людей. И причем это происходит на поле конкретных предложений. Например, это предложение... Александр, извините, должен вас прервать. Уходим на новостной перерыв. Оставайтесь с нами. Мы снова в эфире. Это программа «Парадокс». У нас в гостях Александр Галушка, президент общественной организации «Деловая Россия», член федерального оргкомитета ОНФ. И разговариваем мы о предстоящем учрительном съезде ОНФ, где оно должно быть оформлено как общественное движение. Да, Александр, я вас прервал. Да, конкретные вещи. Вот в начале года с конкретной проблемой мы столкнулись с закрытием индивидуальных предпринимателей. Их почти полмиллиона закрылось. Полмиллиона закрылось с начала года из-за повышения страховых взносов. Наша попытка объяснить эту проблему как проблему социальному блоку правительства натолкнулась на то, что социальный блок правительства... Ответ мы получили следующий. Такой проблемы не существует. Если есть предприниматели, которые не способны платить повышенные страховые взносы, буквально было сказано следующее. Нам не нужны такие предприниматели. Когда мы, собственно, с этой проблемой начали ее решать с площадки Народного фронта, во-первых, внимание к ней повысилось, отношение изменилось к нашему диалогу, удалось его вообще построить. Удалось в правительстве найти много министров, понимающих, что это проблема действительно, что ее нужно решать. Вдруг понимаешь. Я же, знаете, вы поймите, взгляд бизнеса, это взгляд дела. С позиции дела и результата конечного. Я вам описываю позиции дела и конечного результата. Конкретный кейс. Так вот, удалось это достаточно оперативно за несколько, на самом деле, недель ее подробно, глубоко обсудить, вынести на уровень президента, получить его прямую реакцию и решение по этому поводу. Сейчас мы выходим на то, что все-таки эта проблема будет решена и взносы, страховые взносы для индивидуальных предпринимателей, для самого микробизнеса будут снижены до прежнего уровня. Второй пример. А давай, позвольте разобрать вот первый пример. Смотрите. Так вот, я хочу что сказать. Если бы изначально, изначально в системе управления не Народный фронт вместо правительства и не правительство вместо Народного фронта, а вместе, вместе, что была институция, институт, который позволяет глаз у народа, мнению общества, обязательно быть составной частью в системе принятия решения. Барак Обама в США создает Народный фронт, ОФА-организацию, если вы не знаете. А знаете, почему он это делает? Потому что Америка столкнулась с теми вызовами, решения которых не укладывается только Вось Икс и Вось Игорь. Вось Игорь – это госуправление, а это политическая система. Знаете, почему? Почему? Так я вам объясняю это. Деградация элит называется. Петерим Сорокин. Я думаю… Но у меня вопрос к вам. Смотрите. Это происходит. Знаете, почему? Это происходит потому, что когда вот ваш жизненный цикл начинается чашкой кофе, а заканчивается вечерним чаем, утренний кофе и вечерний чай, то многие процессы незаметны. А у нас закончилась эпоха доминирования исторического Запада, которая 500 лет продолжалась. И азиатско-техоокеанский регион становится доминирующим в мире. Китайская экономика становится первой в мире с 2016 года. Мне об этом рассказывают про китайскую экономику уже столько лет. И что? Так вот. Вопрос вам можно задать? Так вот. Вопрос можно задать? Я бы мысль хотел закончить. Хорошо. А потом я свою услугу. Так вот, и тем странам, тем нациям, которые хотят остаться лидерами, либо выжить в этой глобальной реальности, мобилизационная повестка нужна. Мобилизационная. Либо остаться лидером, либо выжить. Вот почему Барак Обама создает Народный фронт США. Знаете, Барак Обама очень интересный президент, он очень интересно избирался, очень интересный человек, поэтому можно много об этом рассказать интересного, но у него там дело. Вернемся к вашему, вот, к примеру с предпринимателями. Практически вы описали следующую ситуацию, что не будь, скажем так, предвыборного ощущения правящих элит в том, что что-то ребята выборы могут пойти криво, давайте-ка мы проект какой-нибудь разработаем вроде «Справедливая Россия». На «Справедливая Россия» это очень красивый был проект как раз господина Суркова, ОНФ, проект господина Володина, и практически вы описали ситуацию, что если бы не было Народного фронта, вы как предприниматели, ну, вас бы никто не услышал и посылали бы дальше. Просто была команда сверху, ребята, нужно подсуетиться, нужно создать имидж. И у меня сразу к вам-то второй вопрос. Есть такая замечательная общественная организация, «Деловая Россия». Это организация, как вы сказали, людям, которым за страну обидно, за державу обидно. А почему тогда вам бы не зарегистрировать партию и не бороться за места в Думе? Зачем-то нужен Народный фронт, вот этого я не понимаю. Да, я объясню. Члены деловой России состоят в разных политических партиях, в разных. И в «Единой России», и в «Правом деле», и в «Яблоке», и в «Справедливой России», и в «КПРФ». Деловая Россия не политическая партия, и политической партии не будет. И какая бы власть ни была, бизнес, предпринимательское сообщество всегда будет с любой властью работать, пока он существует. Это суть дела. Вот суть дела в этом. Я так называю, с вами дальше. Поэтому политическую партию мы создавать не будем. И поэтому участие в Народном фронте, как не политической партии, оно просто естественно. И для любого, любой предприниматель, он оценивает, а, возможности, б, риски, в, сдержки. И вот Народный фронт — это возможности. Я, понимаете, одного не могу понять. Причем очень простого, что у каждой группы общества, да, будь то предприниматели, будут кто угодно, есть свои интересы. Значит, свои интересы эта группа должна отстаивать и выражать. И здесь вы мне говорите, что, скажем, интересы предпринимателей вы собираетесь отстаивать не политическими методами. Это вот как? А так, как это делает, это так, как это делает деловая Россия. Вот я не понимаю, если вы хотите отстаивать свои, еще раз, интересы, да, чтобы вас услышали, что вас не сажали по любому поводу, значит, вам нужна какая-то политическая сила, которая будет выражать ваши интересы. Политическая сила, а не непонятно какое-то образование абстрактное. Смотрите, вот мы предложили в деловой России ключевую идею, экономическую идею. Когда встал вопрос, вот обновление стратегии 2020, дискуссия началась, разные группы начали об этом думать. Говорим, а главная вещь — это рабочие места создавать, новые, современные, высокопроизводительные. А так как любой предприниматель, он человек дел, он понимает, что пока ты не выразил эту идею количественно, то есть, сколько рабочих мест, к какому сроку их нужно создать, это вообще разговор. Мы посчитали, что если проводить, на самом деле, оптимальную государственную политику, инвестиционную, кадровую, образовательную, прежде всего, в отношении предпринимателей, то за 10-12 лет нужно создать 25 миллионов новых, высокопроизводительных рабочих мест, вместо старых. То есть, людям вместо плохой работы дать хорошую работу. И это идея деловой России. Мы ее сформулировав, не стали после этого формулировать партию создания 25 миллионов рабочих мест, а предложили ее стране, предложили обществу, предложили власти. И очень интересно получилось, что разные политические партии сошлись на том, что действительно идея правильная. Ну, понимаете, это же... И что это делать нужно. Дальше мы даже договорились по многим методам, как это нужно сделать. И остались развилки. Или второй пример я вам приведу. Вот есть тема демографии. Мы просто как нация вымираем. Мы простого воспроизводства не обеспечиваем. У наших, если сохранится дело, положение дел то, как есть, то у наших детей и внуков очень уродливое будущее их ожидает. И вот вопрос в этой связи. Демографическая программа развития России, народосбережение, создание условий для того, чтобы семьи могли рожать двоих-троих детей, практическое прикладное решение этих вопросов, что для этого нужно партию создавать, а не лучше ли, когда все партии договорились о том, все партии, от КПРФ до правого дела договорились о том, что давайте вот по этой теме мы не спорим, мы консолидируемся по этой теме. И, например, тот пример, который я приводил, а не только Барак Обама, и в других странах народные фронты создаются. И вообще это, на самом деле, нормальная такая форма общественно-политического движения. Смотрите, Александр, давайте, вот, позвольте мне сформулировать такой вопрос. Понимаете, вот в студию приходит действительно очень много людей и со светлыми мыслями, как и что нужно обустроить в стране. Я с этими людьми практически очень часто соглашаюсь, если их мнение совпадает с моим, потому что нужно делать в стране. А если не совпадает? Ну, я просто в кусочки разношу, есть у меня такой смысл. Вот тут с вами пока что у меня никаких противоречий нет, потому что нужно делать в стране, да? Это рабочие места. Новые дети, новые рабочие места. Новые дети, новые рабочие места. Прежде всего. Все замечательно, можно нанять кучу специалистов, правда их осталось мало, хороших экономистов, которые все это просчитают и скажут, что нужно делать примерно так, примерно так, примерно так. Правильно? Возьмем хотя бы ту же матрицу Леонтьеву, межотраслевой баланс. Вот они им скажут, что нужно делать. А всегда вопрос тут, я им всегда задаю вопрос, господа, а кто все это будет делать? Так вот, так вот. Я имею в виду... Так вот. Люди, люди разводят руками. Так вот, о чем я хотел бы вам сказать в этой связи. Для того, чтобы эти 25 миллионов рабочих мест создать, нужно кардинально, просто на порядке улучшить инвестиционный климат в России. Условия для инвестирования... Проходили, слышали, да. Мы предложили следующую идею в развитии. Давайте честно признаем, что мы 120 место в мире занимаем по этим условиям. И давайте, если уж мы по-честному их собирали, собрались создавать, станем не 120-ми, а минимум 20-ми. Путин это поддержал, это стало одним из его указов. И сейчас в развитии этого предложения на площадке агентства стратегических инициатив разработано уже 8 дорожных карт. Очень конкретных, прикладных. Потому, сколько времени вы тратите для того, чтобы получить разрешение на строительство? С каким количеством бюрократических процедур вы сталкиваетесь, проходя таможню? А во сколько вам обходится подключиться к электросетям? Так вот, суть дела в том, что вот это 20-е место России при реализации этих дорожных карт означает, что таможню я буду проходить в 7 раз быстрее. Максимум за 2 часа. Это значит, чтобы на моем земельном участке, который у меня есть, если я хочу реализовать девелоперский проект, получить разрешение на строительство максимум, максимум 2 месяца. А вообще с 15-го года переход к уведомительному порядку. Смотрите, это все прекрасно. Так это из этого, что складывается? Как вы собираетесь добиваться этих целей? Дальше. Следующий шаг. Правительство утвердило эти распоряжения, эти дорожные карты своими распоряжениями. И что я вижу? Я вижу, как некомпетентная или коррумпированная бюрократия последовательно сопротивляется реализации этих дорожных карт, потому что в результате их реализации она лишается либо статусной, либо коррупционной ренты. Так вот, многие болезни вот такого рода не живут на свету. И наша задача из-под стол на стол это вынести. И наша задача такой общественный мониторинг в рамках Народного фронта наладить. И мы первые шаги к этому уже делаем. У нас первый портал сейчас запускается, инвесклимат.рф, уже запускается. Когда любой предприниматель, от Владивостока до Калининграда, неважно с каким аспектом бюрократической системы он соприкоснулся, у него есть возможность оставить оценку, что реально, с каким положением дел, сколько это было. Это было два часа или это было три дня? Это было 60 дней или он два с половиной года здесь провозил? Вот на самом деле, как показывает опыт, вот понимание, в том числе этой бюрократии, что будет спрос с результат, понимание того, что общественная активность, она в эту точку направлена, и что общество не даст, не даст не реализовать это. Оно сдвигает многие вещи с мертвой точки. Сдвигает. И когда мы по таможне начинали эту историю, например, подняли тему, а что это у нас за губ, РАСТЭК такой есть, подведомственные таможни, государственные унитарные предприятия, когда 100% таможенного брокериджа в Калининградской области, это этот подведомственный губ, вообще, что за это, за заскорозлость такая. И мы добились того, что уже закон принят в первом чтении, который запрещает какую-либо коммерческую деятельность этому губу осуществлять. В первом чтении мы его приняли, а теперь нас волокитит, и мы поднимаем эту тему, будем поднимать ее президента и в правительстве, что второе чтение, давайте решать эти проблемы. Вот так это практически происходит. Спасибо, Александр, оставайтесь с нами, мы уходим на новостной перерыв. Мы снова в эфире, у нас в гостях Александр Галушка, президент общественной организации «Деловая Россия», член Федерального оргкомитета ОНФ, и обсуждаем вопрос о том, зачем нужен ОНФ, что это такое. У нас есть телефонный звонок, если вы не возражаете, Александр, давайте его возьмем. Игорь, добрый день. Добрый день. Ну вот, допустим, я предприниматель, и, допустим, я теперь не 14 часов там таможень прохожу, а 2 часа. Завез я оборудование, установил его, подключился и стал работать. И вот ко мне приходит Роспотребнадзор и говорит, ух ты, говорит, а что ж ты здесь, это, в Невноборнике, а, извините, пардон, в Невноборнике, почему у тебя вот здесь не следены санкины такие-то, такие-то, которых у нас напечатано очень много, с 78-го года, про которые я ведь не знаю ничего. А, конечно, я должен знать про эти санкины, но дело в том, что многие из них, вот как недавно был закон о том, что все должны хранить тушенку, материальные запасы, там, на случай войны, про него никто не знал, но он был. То есть в любой момент у меня приходит и колпашек на несколько сот тысяч рублей. Все правильно. Я ничего не знаю. То есть я хочу, я хочу, что сказать, я хочу прозрачных правил, я хочу знать, что я вот открылся, и я должен делать вот то-то, то-то, то-то и что-то. Все. Все остальные, которые ко мне придут люди и какие-то заявят сверхстрелывания, будут, ну, по меньшей мере, грубо говоря, ко мне не придут, а по большей мере меня бы устроил, чтобы они были арестованы. Да, очень правильно. Понимаете, да? Абсолютно. Тема... Абсолютно ничего не будет, понимаете. Да, правильно. Я хочу знать конкретно. Я не хочу вот эту обалдельного объема бухгалтерию вести. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Так вот, кроме Роспотребнадзора, еще Росприроднадзора, Ространснадзора, еще куча надзоров, которые могут прийти. Пожарники, да. Дорожная карта готова. В целом, которая касается регуляторной среды. Со дня на день, со дня на день мы ожидаем ее подписания представителем правительства. Более того, ситуация была такова, что нам ее просто блокировали. Блокировали в течение полугода. С ноября месяца. Она уже до конца года должна была утверждена. И что, тоже, благодаря усилиям Народного фронта, АСИМ напрямую на президента вынесли этот вопрос. 7 мая, если вы посмотрите, он просто с правительства спрашивал, почему до сих пор не принята дорожная карта по упрощению всей регуляторной среды. Со дня на день она будет наконец-то принята. И вот могу сказать по своему опыту, вот эти проекты, вот в итоге это получилась, эта дорожная карта, больше года. Это день за днем, месяц за месяцем, очень напряженных усилий, пока ты продавливаешь эту среду очень тяжелую. Что дает эта дорожная карта? Она заменяет в целом ряде случаев лицензирование, разрешение на страхование гражданской ответственности. Я застраховался, все, я застраховался, вас уведомил. Больше вопросов ко мне никаких нет. Если даже у вас есть вопросы, пожалуйста, вот страхование ответственности, вы считаете, что тут убытки причинил, вот страховка, из страховки решайте все вопросы. Она минимизирует вообще объем соприкосновения предпринимателя с этой всей бюрократической системой через электронные формы документа оборота. Все в электронном виде должно происходить. Объем бухгалтерии, то же самое. У нас дорожная карта подготовлена по налоговому администрированию, которая наконец-то должна отменить параллельный налоговый учет. У нас, вот мой товарищ Александр Линсон в Питере, я пример просто хотел привести. У него компания «Электрон» такая интересная. Средняя компания медицинскую технику изготавливает. «Филипс» с компанией «Филипс» сделал партнерство совместное. И когда к нему голландцы приехали, ну, просто посмотреть офис, где он работает, у него такой стеклянный офис, стеклянные перегородки, они проходят мимо бухгалтерии, спрашивают, а что это у тебя за такое большое количество людей сидит, чем они занимаются? Он говорит, это у меня бухгалтерия. Он говорит, о, Саш, ты еще и бухгалтерские услуги сторонним организациям оказываешь? Он говорит, да нет, это только для моих внутренних целей. Культурный шок испытывают иностранные инвесторы, когда видят тот объем, тот объем вообще бухгалтерского учета, который у нас. Мы посчитали в деловой России, где-то 5 миллионов, 5 миллионов бухгалтеров у нас в стране. Армия бухгалтеров выросла, еще с аудиторами вместе. А чиновник во сколько раз выросла армия? Так вот, я про бухгалтеров, а кто бухгалтеров-то оплачивает? Бизнес оплачивает? Кто это? Это фактически бухгалтерский налог, который мы посчитали, сколько это обходится бизнесу. Александр, я это все прекрасно понимаю. Это обходится, как уплата НДС по сумме. Да, конечно. Два триллиона рублей в год бизнес на это тратит. Так вот, и эта дорожная карта тоже подготовлена. Также вязка, также вязка, нам ее блокировали, но мы ее на самом деле дожимаем. И рассчитываем, что в ближайшее время все-таки она будет принята, и ключевая проблема будет решена. Отмена параллельного налогового учета. То есть, вот из того, что вы говорите, я на самом деле в силу своей тупости понимаю только одно. Что вот эта штучка, которая называется ОНФ, она позволяет, скажем, вам, как предпринимателям, в конкретном случае деловой России, добиться аудиенции у царя-батюшки. И что-то до него донести. Она позволяет добиться, первое, реализации наших инициатив, которые продиктованы интересами исключительно дела. При этом мы фокусируемся на международной конкурентоспособности нашей юрисдикции. Приводим прямые сравнения. Вот посмотрите, как у нас, но почему вы не можете сделать, как в Польше или как в Китае сделали? Второе, мы добиваемся того, что возникает новый формат. Это формат сотрудничества, соработничества реального. И хочу сказать так, Дэнни Рудерик, например, профессор Гарвардского университета, так оприл промышленную политику 21 века, что это постоянный диалог бизнеса и власти, в котором бизнес солирует, а государство аккомпанирует. Вот наши усилия приводят к тому, что мы приближаемся к таким форматам. В некоторых случаях тяжело, но тем не менее дается. И третье, что это нам дает, что мы можем наладить общественный мониторинг и контроль практической реализации. Хочу сказать, что бизнесу не нужны революции. Нам не нужны революции. Вот от революции точно нам лучше не станет. Они нам не нужны. Второе, что есть истории разного свойства. Есть политическая система, есть политические партии. Вот наши члены, я еще раз повторю, даже если мы про деловую Россию говорим, в разных политических партиях. Это их право, это их дело. Но они вместе в деловой России. Это другого рода жанр, другого рода инструмент. Ну, профсоюз бизнесменов. Да, вот ОНФ, чем нам близок и понятен, и естественен, что это просто продолжение всего того, что мы делаем, но с большими гораздо возможностями. А сказать просто, а до ОНФ у деловой России была возможность получить аудиенцию вверх? Была, но меньше. Вот все три вещи, которые я сказал, это инициативы, сотрудничество и контроль, общественный контроль. Все эти три вещи тоже были, но слабее. Здесь это сильнее. Здесь это сильнее. И суть-то в чем? Вот мы с вами про Обаму вспоминаем, почему он на это ставку тоже сделал. Вот смотрите, есть как, ну как, не знаю, ось Х, это политическая система, ось Y, госуправление. Есть гражданские активисты, есть общественные лидеры, есть энергия самого общества, это ось Z. И ОФА, организацию, которую он создает, она как раз не заменяет и не подменяет собой ни политической системы, ни госуправления. Вы знаете, почему? Ну, это на самом деле, она появилась, это такой, знаете, как бы вам сказать, один из клапанов выпуска пара. А появился он по одной простой причине, что в последнее время в США, я просто там жил 12 лет, практически стерлась разница между республиканцами и демократами. И вся та демократия, которая там существовала, как и в любой стране, сейчас, к сожалению, западной, она сводилась к следующему, что если народу не нравится одна партия, у него всегда есть выбор другой партии. И он выпускает пар на выборах. Каждые четыре года. И действительно была разница между республиканцами и демократами. В последней, ну, скажем так, начиная с, наверное, Буша-старшего, эта разница стерлась. Политологи там сидят чуть получше, чем у нас. И они поняли, и об этом, кстати, написал Бжезинский в своей книжке, которую он издал осенью 2012 года, что элита США, она сейчас стоит перед очень серьезным выбором. Нужно как-то спустить пар, либо поменяться. Они стали... Понимаете, что меня поражает во всей этой истории? Что вот была нужда, да, предвыборная нужда. Сделали проект ОНФ. Сейчас предвыборная нужда вроде как отпала, потому что 18-й год далеко, выборы в Думу далеко. И в один прекрасный момент и финансирование прикроют, ну, или, скажем так, оставят как игрушечку, но аудиенции больше не будет ОНФ. Тогда что вы будете делать? Так вот, давайте по частям. Значит, вот первая часть. Вы фактически описали... Что вы сделали сейчас? Вы описали конкретную ситуацию общественно-политическую, которая сложилась в США. И если опустить детали, оставить такую суть явления в чем? Суть явления в том, что не срабатывает, недостаточно той политической системы, которая есть. Есть и нужно еще другое. Вот как бы вы про это сказали. Самое тупое, клапан, варим и все. Ну, я бы не опускался бы, вот до тупости, вот, и думаю, что несколько реальностей, она несколько посложнее, побогаче, поразнообразнее. Вот я хочу сказать, у нас похожая ситуация. У нас ситуация хуже. Да, она похожая по сути, но она может быть острее, острее по вызовам, которые перед нами стоят. Но она похожая по сути. Именно по той сути, о которой я сказал. И второе. Конечно, вы правы в том, что вы задаете вопрос. А вот раз там... Ну, уйдет Володин, как Сурков, и все. И, ну, что я хочу сказать, что вот важно, на самом деле, особенно, когда мы пережили определенный период, 20-й век, этот тяжелый, в истории нашей страны, который отпечаток очень, на самом деле, глубокий оставил, серьезный и непростой. Культурно даже он оставил отпечаток. Когда мы пытаемся встать на ноги, когда мы встать на такой твердый путь своего развития, ну, естественно, проходить такие этапы, когда, ну, вот, поиск идет, поиск, пробуются разные модели, разные формы, поиск и себя самих, и ответа на те внешние вызовы, которые имеются. И нет ничего вечного. Как бы это... ОНФ, он не в Библии написан. И партии там, любые политические, они не в Библии написаны. Но... В Ветхом Завете. ОНФ? Да. Или политические партии? Политические партии. Да, а где именно, интересно? Потом место приведу. Так, ну, интересно, где даже. Вот. И то, что... Знаете, это вот, я могу сказать, с точки зрения предпринимателей, очень многих, которые для себя принимают решение о том, что оставаться здесь и работать, и там про деловую Россию. Это как вот напоминает лягушку, которая попала в банку с молоком. Если бы она не барахталась сразу, то она бы утонула. И вот мы видим, я примеры вам конкретно и привел, это в барахтание, когда молоко уже там, даже иногда сметана просматривается. До масла нам очень далеко, до твердого. Это так. Но дорогу осилит только идущий. Ну, смотрите, это очень хорошее выражение такое. Дорогу осилит идущий. Но ведь нужно же еще идти в правильном управлении. У меня складывается впечатление, что делается все, чтобы, знаете, все было тихо, пусть мы сдохнем тихо, никому не мешая, и нас не станет. Но тихо, без эксцессов. Вы правы. Это такой вероятный сценарий. Даже мне вспоминается фильм Карана Шахназарова, очень хорошее название. У него «Исчезнувшая империя». Можно просто исчезнуть. Вот как бы раз, так незаметно не заметывается. Но когда у меня вот недавно был вопрос, меня спрашивали вот про президента страны, говорят, а какой вам Владимир Путин больше всего нравится? Я сказал, мне больше всего нравится Владимир Путин, его майских указов. Их бы реализовать и создать 25 миллионов новых рабочих мест, и по условиям инвестирования бизнеса со 120 на 20 место переместиться, приблизиться где-то там уже на уровень Сингапура вообще и Японии. Мы уже удваивали ВВП. Понимаете, удвоение ВВП это вещь такая, менее конкретная, чем со 120 на 20 место переместиться. Потому что у вас ВВП может удвоиться из-за благоприятной сырьевой конъюнктуры. Правда, у нас он больше так не удвоится, уже все не получится. Ну, все, не будет так. А вот за 120 на 20, при том, что страны между собой конкурируют, при том, что другие тоже на месте стоять не будут, при том, что Казахстан, допустим, как активно в этом направлении двигается, а он уже 47-й, хочу сказать. И за какой промежуток времени? И за какой промежуток времени? И какой объем прямых инвестиций на душу населения в Казахстане и у нас? И сколько уже производств из России туда мигрирует? Так вот, со 120 на 20 место создать условия, чтобы семьи могли рожать двоих и больше детей? Александр, вынуждены вас прервать, мы уходим на новостной пирож. Добрый день, мы снова в эфире. У нас в гостях Александр Галушка, президент. Я хотел мысли завершить, в котором мы прервали, если разрешить. Конечно. И дальше, когда в указах прямые измеримые показатели, по рождаемости, по смертности, и все это, если они достигаются, эти показатели, детки новые рождаются, продолжительность жизни увеличивается, это значит, что сторона конкурентоспособна для развития предпринимательства, новые рабочие места создаются. Это значит, что она не умирает, она развивается. И, кстати, вот мало кто обратил внимание, но у Владимира Путина очень интересная цифра была проведена в его социальной статье в разделе «Демография», что дилемма, которая перед Россией стоит, если ничего не продолжать демографическую политику, то нас к 50-му году будет 104 миллиона. Если проводить активную и комплексную, нас будет 154 миллиона. Вот выбор между нами к 2050-му году, всего там меньше, чем через 40 лет. 50 миллионов жизней за 40 лет. Это без войн даже. Александр, Александр, у меня вот к вам вопрос опять. Не вопрос, а небольшое возражение. Смотрите, даже не возражение. Вот Путин написал, Путин сказал, слушайте, Путину власть уже 13 лет. Ради любопытства, ради любопытства, когда у вас будет возможность, до интернета доберитесь и посмотрите предвыборную программу «Единая Россия» 2004 года. Иронизируйте сейчас. Я серьезно говорю, а как и что мне все сделать? Я что хочу сказать? В этой связи по поводу... Указы, указы же не выполняются. Так вот, задача-то Народного фронта, и на самом деле, я убежден, что программой Народного фронта и должны быть программные статьи Путина, его указы. Не надо больше сущностей лишних плодить. Давайте это сделаем, если мы это сделаем, мы получим развивающуюся, процветающую страну. Так вот, я на конкретных примерах убежден, что без вовлечения самого общества, самого народа в развитие страны не получится этого сделать. Ну, не получится. Хоть мы там еще 10 раз реформируем политическую систему, то там было 7 партий, то их сейчас 70 партий. А вы понимаете, что вот если произойдет вовлечение народа и бизнеса реально в политический процесс, то существующая система просто перестанет существовать? Я думаю, что она начнет работать по-другому. Она не может работать по-другому. Как это назвать? Надо менять кадры. И кадры в том числе надо менять. В том, что она начнет, может быть, работать настолько по-другому, что можно сказать, что она прекратила существовать. Но я хочу вернуться к вашему предыдущему тезису, на который я не ответил. Если посмотреть на то, что мы имеем сегодня в 2013 году, например, глазами конца 1999 года, то мы имеем сверхоптимистический, фантастический сценарий. Уже не должно было быть России. Вы посмотрите прогнозы 1999 года по России. Два прогноза. Распад страны, банкротство экономики. Она не выживала, у нее не было шансов никаких. А прогнозы по нефти были другими. И не только это. И не только это. И не только по нефти были прогнозы другие. А просто был сценарий инерционный для России прорисован. И дело не только в нефти. Даже можно... Есть куча других стран, которые... Как они... Что они смогли от этих цен на нефть для себя получить? Максимум, что может население это на нефтепроводе там свое белье посушить и больше ничего. Ну и у нас примерно так же. Все-таки я хочу сказать, что значительные степени... Перечислять? Значительные степени. Образование, наука, здравоохранение, армия. Есть проблема в том... За жирные годы. Да. Их нет. Есть проблема в том, что мы... Вот я бы... На мой взгляд, нулевые годы это были... Особенно после 2003 года. Это годы такого испытания, искушения вот этими сверхвысокими ценами на нефть, которые были. И с ним очень... На самом деле, вот особенно неокрепшей стране тяжело с этим справиться. Вы знаете, я думаю, что это были не столько искушения высокими ценами на нефть, сколько искушения неокрепшей психики некоторых людей открывшимися возможностями, если сказать так, завуалированными. Ну, я... И они этого испытания не удержали. Я не согласен с вами. У нас люди живые, те живые, те конкретные, которые родились в определенных условиях, выросли в определенных условиях, это не ангелы с неба упали, понимаете, там, кристально чистые, и какие-то вот идеальные. Мы... У нас есть то, что есть. Мы проходим свою историю, мы прошли тяжелый один только 20-й век, когда все там крушилось, сломалось. А вопрос, вы прилагаете один путь. Вы прилагаете инерционный путь развития. Ни в коем случае не инерционный, а это путь развития и созидания, чтобы у нас к 50-му году было 154 миллиона, чтобы через 10 лет было создано 25 миллионов новых рабочих мест. А что это значит новых, высокопроизводительных, высокооплачиваемых? Это реально просто другой масштаб среднего класса. Это совершенно другая система. структура управления. Совершенно другая влажная структура. Это просто другая страна, если создать эти миллионы рабочих мест и сохраниться как нация. И это очевидно. Так суть-то в чем? Так это же можно сделать за год. За год? Создать 25 миллионов рабочих мест? Нет, поменять систему управления. У нас есть телефонный звонок. Добрый день, Дмитрий. Алло, здравствуйте. Да, да. Хотелось бы задать вопрос вашему гостю, хотя некоторая сноска такая вот. Очень ваша фразеология напоминает фразеологию такой партии, которая называется «Справедливая Россия». Просто «Назад в будущее», 2006-2007 год, это слова «Свежий воздух», «Яркие личности», «Политический эксперимент». Вообще-то ремейки редко бывают удачными. Вот. И два небольших вопроса. Может ли ОНФА при каких условиях преобразоваться в политическую партию? В принципе, это возможно. И вот вы говорили о свежих личностях. Примеры, пожалуйста, свежих личностей, если таковы, имеются, которые бы не засветились на региональном, местном, федеральном уровне. Первый вопрос насчет ремейков. Ну вот, знаете, мы же не по форме, по содержанию. Вот, например, «Деловая Россия» сформулировала идею налогового маневра. Нам нужно кардинально перестроить налоговую систему, снизить одни налоги, от которых развитие зависит, и повысить другие, от которых не зависит. Рентные, в первую очередь. И мне, например, говорят, «А, это же уже говорили в этом». Ну и что, что говорил я, это три года назад? Дело-то не в этом, а дело в том, чтобы донести это до конца, довести до конечного результата и добиться цели. И, а не в том, что это какие-то ремейки. Это суть дела. Пока она остается такой, она в таких формах и выражается. Пока она остается такой, результат не достигнут. По поводу преобразования ОНФ в политическую партию, так задача не стоит. Мы сегодня учреждаем общественное движение. Общественное движение, которое является надпартийным, не является политической партией. И суть в том, что, ну давайте, ведь это же тоже важнейшая вещь, договориться о том, что вот есть вопросы, которые мы даже не будем в политической плоскости обсуждать. Выжить как страна, чтобы у нас было больше людей, чтобы у нас высокопроизводительные места создавали современные, чтобы конкурентоспособный инвестиционный климат был. Вот об этом давайте. И так дальше. Вы понимаете, но это же очевидные вопросы. Просто всегда у меня возникает вопрос. А я могу вам сказать, что неочевидные. Для кого они могут быть неочевидные? Например, у нас демографический проект стартовал только с 2006 года. А до 2006 года, я, например, видел, какие дискуссии были, и целый ряд демографов говорили, да не надо демографией заниматься. Это неизбежно. Там демографический переход произошел. Все равно все вымремы. Не надо заниматься. Стали заниматься в 2006 году. Вы знаете, что у нас сейчас по прогнозу ООН 2000 года нас должно было быть уже 133 миллиона человек. А нас 143. И это лишь потому, что в 2006 году демографический проект запустили. Вы знаете, по данным ЗАГС нас 98 миллионов, а не переписи населения. Это разные вещи. Ну, о цифрах... Я не об этом говорю. Понимаете, еще раз. Вот, кстати, радиослушатель поднял очень правильно вопрос, который пытался вам задать и получить ответ на самом деле на всю передачу. Смотрите. Грубо говоря, были такие проекты. Вот, например, Сурковская, Сурковская справедливая Россия. Сейчас это очередная еще гражданская платформа. ОНФ. Выхлов всегда был. Все говорили правильные вещи, что нужно сделать это, это. Вот сейчас мы получим аудиенцию, сейчас мы что-то сделаем, и жить станет прекрасно. Проходят годы, результата ноль. Понимаете? Ноль. И приходите вы, и вы говорите то же самое, те же самые красивые вещи, которые мне тут куча либералов приходит, что они говорили, что они говорят, а ничего не меняется. Так, может быть, не тем путем идем, товарищи? Я думаю, что скоро будет меняться. Ну, скоро-то когда? А особенность в том, что вот мы с вами говорили про сырьевое искушение, да, и открывшиеся возможности, а сейчас нет этих возможностей, они закончились. Сырьевое искушение не будет. Просто экономическая действительность и социальная реальность, они сами будут в первую очередь понуждать к этим изменениям. То есть, Александр, вы, грубо говоря, поддерживаете мой давний тезис, что нефть по 30 спасет Россию? Поможет. Спасти. Отрезвит. Отрезвит. Да, главное, чтобы после похмелья голова не болела. Это правда. Но Россия не раз уже за тысячелетнюю историю показывала, что она из самых тяжелых ситуаций выкарабкивалась. Это живой организм, который, переболев даже разными болезнями, все равно встает на пульс. Вы помните, как она выкарабкивалась? Помню. Но выкарабкивалась. Но вы же хотите всячески этот момент оттянуть? Ну, она... Оздоровление, чтобы раковые опхи были уже метастазы по всему телу. И 400, и 200 лет назад она выкарабкивалась, когда решающее слово в национальном развитии говорил народ. И 400 лет назад, когда смута была, и 200 лет назад... И как он это говорил? Прямым участием. Прямым своим участием. Вилами. Прямым своим участием. А с чем он участвовал? С вилами. Тогда были вилы. Сейчас дела. Николашников. Нет. Дела конкретные, инициативы. Дай бог. Дай бог, потому что я думаю, что на самом деле вы немножко заблуждаетесь. Я не заблуждаюсь, я просто в Россию верю. Я тоже верю. Я тоже верю, что народ наконец-то проснется, и нефть по 30 действительно спасет страну. Отрезвит. Спасет. Отрезвит. Хорошо. Пусть отрезвит. Ну, скажем так, у нас осталось минуты 16. Что-нибудь такого лозунга хотите сказать хорошего? Чтобы я поверил. Искренне. А я все сказал. Надо верить в Россию. и любить ее. Без любви ее сложно. То есть, получается, верить в Россию, это верить в ОНФ? Нет. ОНФ это институт, инструмент, видеть возможности, видеть возможности, реализовывать их. Я могу вот по своему опыту сказать, личному, практическому. У меня самый ценный. Все, что я в Деловой России там три года назад пришел. И все, что мы начинали, все, что мы за это время продвинули, реализовали, никто не верил с самого начала, что это возможно. Но каждый следующий шаг происходил. Когда мы говорили, что нужно губернаторам лично отвечать за развитие предпринимательства на своей территории и создание новых рабочих мест. Мы говорили, да какая же это, никто не будет это делать, у нас другая политическая система. Когда мы сказали, надо признать, что мы 120-е в мире и сказать, давайте станем 20-е. Никто не верил. 25 миллионов рабочих мест. Никто не верил. Я вам поверил. Александр, я вам поверил. И так, на каждом шагу. Дорогу осилит идущий. Главное, идти в правильное направление. У нас в гостях был Александр Галушка, президент общественных зад деловой России, член федерального оргкомитета ОНФ, программа Вел Степан Димура. Удачи!